Дунья, Турция. Турецкий Зилан становится первым иностранным партнером российского Яндекса. Керимулькир. Дунья, Турция. 29 августа 2018 года. Пошлиные войны между Анкарой и Вашингтоном толкают Турцию на новые поиски. Новым торговым партнером Турции, наращивающей двустороннюю торговлю с Китаем, становится Россия. Отношения Москвы и Анкары, которые получили серьезную рану в результате самолетного кризиса, произошедшего между двумя странами, сейчас, можно сказать, находятся на устойчивом уровне. Например, если с января по маю 2017 года объем двусторонней торговли составил 7,8 миллиарда долларов, за аналогичный период 2018 года этот показатель вырос на 46% и достиг 11,4 миллиарда долларов. При этом в общем рейтинге внешнеторговых партнеров России и Турция быстро поднялась с седьмой строчки, 3,5%, на пятую, 4,2%. В туризме тоже похожая ситуация с наступлением летнего сезона России снова вернула себе лидерство по количеству туристов, которые она на короткое время уступила немцам. Сейчас в отношениях между двумя странами происходит еще одно важное событие. Это событие касается сферы электронной торговли. Как известно, два известных российских бренда, поисковая система Яндекс и финансовый гигант Сбербанк, совместно создали одну из крупнейших платформ электронной торговли страны. Эта платформа под названием Яндекс. Маркет желает стать китайским Alibaba, Alibaba, или американская Амазон. Для этого платформа стремится наращивать в том числе международное сотрудничество, и первое такое сотрудничество она готовится осуществить с Турцией. В октябре соглашение вступит в силу звания первой иностранной компании, с которой Яндекс. Маркет построит стратегическое сотрудничество, получит турецкий холдинг Zilan Group. Zilan Group, акционером которого является бывший глава ассамблеи экспортера в Турции Мехмед Бююк Экше, Минет Бюк Экси. Zilan Group будет продавать на Яндекс. Маркете бренды, которые входят в ее портфель. В соответствии с соглашением, которое вступит в силу в октябре, с помощью платформы электронной торговли на российский рынок поступят такие бренды Zilan Group, как Polaris, Flo, Kinetix, Lumberjacks, Boutique, Sporting Street и Dachkers Baggerly. Как отмечает российская газета Коммерсант, благодаря соглашению на российских витринах появится более 20 тысяч товарных предложений обуви. Мы продали обуви на сумму 91,7 миллиона долларов. Отношения с Россией постепенно становятся все крепче. С января по июль этого года турецкий сектор кожи увеличил экспорт на 64% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года, до 144 миллионов долларов. Левиную долю этой суммы занимает обувь 91,7 миллиона долларов. В предстоящий период торговли между Турцией и Россией будет расти дальше. К тому пути, который открыла компания BYUCX, присоединятся и новые турецкие бренды. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.